Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Был не согласен с арестом 15-й. Я не отойду. В Кирове судили 45-летнего Дмитрия Чуракова, который наехал на судебного пристава. Мы все пыли на виде кого-нибудь другого, дебилый. Автопати после танцев. На Вершининском переулке сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля задержали водителя Туарега. Оба говорят, что ехали на зеленые. На Октябрьском проспекте столкнулись Тойота и Мерседес. Два человека пострадали. Похитила главное украшение подъезда. На улице Свердлова, 28 мая, неизвестная женщина украла из лифта магниты на холодильник. Зацепил кроссовер Субару. Весьма неаккуратно объехал микроавтобус на аварийке водителю Фольксвагена на улице Ленина. Вину не признал. В Кировочепецке будут судить тренера по боксу Алексея Толпыгина. Его обвиняют в том, что он пришел к своему бывшему другу, конкуренту, и тоже тренеру по боксу Анатолию Скрябину и выстрелил в него почти в упор. Пуля попала в живот. Как Скрябин выжил, это отдельная история. А вот почему Толпыгин не признает виной, какие доказательства у следствия, в нашем первом материале. Это фотографии с места происшествия. Навстречу обвиняемый Толпыгин пришел с пистолетом марки ПМ с глушителем. Выстрел произошел 13 января утром в помещении клуба «Боец», где потерпевший Скрябин является директором. По словам свидетелей, Толпыгин пришел без приглашения, попросил администратора клуба вызвать Скрябина на разговор. Скрябин приехал с водителем, которого попросил подождать. Видимо, Анатолий рассчитывал, что разговор будет коротким. Так и вышло. Как только два тренера встретились, тут же произошел выстрел. Скрябин с ранением живота выбежал, сел в машину и поехал в больницу. Возможно, именно эти оперативные действия спасли ему жизнь. Обвиняемый Толпыгин с места преступления скрылся. Из-за личных неприязненных отношений произвел выстрел своего знакомого из имеющегося при нем огнестрельного оружия. В итоге 47-летнего Толпыгина арестовали. В ходе следствия свою вину мужчина не признал. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям. Это покушение на убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. На эти обвинения Алексей заявил, что пистолет нашел на улице, а в помещении он случайно выстрелил. Умысла убивать Скрябина у него не было. Впрочем, следователи установили, что Толпыгин сам зарядил пистолет. На патронах эксперты обнаружили его запаховый след. Также в деле есть записи с камер видеонаблюдения при движении обвиняемого. Причиной же этого преступления, скорее всего, послужил многолетний конфликт Толпыгина и Скрябина. Также повлияло сложное финансовое положение обвиняемого. У него были долги по аренде зала. Арендодатель планировал предложить помещение Скрябину. Видимо, стерпеть такое унижение Толпыгин не мог и пошел на разборки с конкурентом. Сейчас дело направлено в Кировочепецкий районный суд. Толпыгину грозит до 10 лет тюрьмы. Судя по его позиции, в суде он попробует добиться оправдательного приговора. Михаил Вагин. Место происшествия. Разногласия по поводу цвета светофора возникли у участников ДТП на Октябрьском проспекте. Авария, надо сказать, довольно серьезная. В ней два пострадавших. Водитель Тойоты поворачивал с улицы Герцена. И в него на скорости влетел Мерседес. Детали происшествия узнаете в ежедневном обзоре аварии. Авария произошла 22 марта в час ночи напротив дома 74 по Октябрьскому проспекту. По предварительным данным, 26-летний водитель Тойоты Королла поворачивал с улицы Герцена на главную дорогу. Со слов мужчины, ехал он на зеленый сигнал. 21-летний водитель Мерседеса двигался по проспекту от Молодой гвардии в сторону Московской. Молодой человек тоже заявил, что правил не нарушал. Сильный удар пришелся в район колеса Короллы. Если бы в дверь, пассажирка могла получить серьезные травмы. Она отделалась сотрясением головного мозга. Травмировался и водитель Тойоты. Какое-то время он был без сознания. Сейчас мужчина ищет очевидцев и видеозапись с регистратора, которые помогли бы установить виновника аварии. На улице Милицейской произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, 22-летний водитель Шевролела Четти наехал на 62-летнюю женщину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшие медики оказали помощь. По информации ГИБДД, госпитализация ей не потребовалась. В Гнусино столкнулись Лада Приора и КамАЗ. По предварительным данным, 21-летний водитель легковушки залетел под стоящий грузовик. Почему молодой человек не среагировал и не тормозил, не ясно. В итоге в этой аварии травмы получил 18-летний пассажир Приоры. Как сообщили в госавтоинспекции, его не госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове осудили 45-летнего Дмитрия Чуракова, который наехал на судебного пристава. Преступление произошло на улице Блюхера. Дмитрий не хотел отдавать свою 15-ю. Мужчина был не согласен с решением суда об аресте имущества и попытался уехать. Что было дальше в рубрике «Сводка». Я не отойду. 45-летний должник не хотел расставаться с имуществом и наехал на девушку пристава. Бампером лады он сильно толкнул ее. По словам следователей, пристав получила травмы. Ничего творите-то вообще. Ничего творите-то. Фиксил. Завтра исчезнут документы и все. После этого мужчина закрыл автомобиль, пересел в черную иномарку «Хюнде» и уехал. Ладу в итоге увезли на эвакуаторе. В отношении должника Дмитрия возбудили уголовное дело. Ленинский районный суд наказал Чуракова штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Оперативники МВД разыскивают молодого человека на видео. Его подозревают в кражах из дачных домов в деревне Замятина Оречевского района. Если вы узнали человека на видео, звоните в полицию по телефону. Плюс семь девятьсот девяносто девять триста шестьдесят один ноль два шестьдесят семь. Похитила главное украшение подъезда. На улице Свердлова, 28 А, неизвестная женщина украла из лифта магниты на холодильник. Судя по видео, жильцы не один день украшали стену лифта различными магнитами. Это было изюминкой подъезда. И в один момент их не стало. Сейчас женщину разыскивают и просят добровольно вернуть магниты на место. Еще одного горя соседа хотят наказать владельцы камер видеонаблюдения. Судя по видео, мужчина испортил две камеры. Он закрасил объективы аэрозольной краской из баллончика. Ущерб сейчас устанавливается. Также выясняются мотивы преступления. Или это прихоть мужчины, или он хотел скрыть другое преступление. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас сделаем небольшую паузу и вот что будет дальше. Автопати после танцев. На Вершининском переулке сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля задержали водителя Туарега. Лихо выезжал на дорогу и лихо крутил рулем. Уценил припаркованную ладу водителей на марке во дворе. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко. Во дворе на Октябрьском проспекте двое подростков разобрали припаркованный подснежник. В эфире проект Место происшествия. Мы продолжаем. Автопати после танцев в баре устроили водители и пассажиры Volkswagen Touareg. Заведение закрывалось, но душа требовала продолжения банкета. Пьяный кортеж решил устроить поездку по главным достопримечательностям – филейки. И все это время за ними следили активисты ночного патруля. Кадры задержания водителя в следующем сюжете. Туарег с веселой компанией на борту сотрудники ДПС остановили на Бершининском переулке. В это время водителю-пассажирам стало не до веселья. Запах спиртного, сбитая речь, дерганые движения. Предварительный тест на трезвость водитель Илья уже не прошел. По словам общественников, компания «Стуарега» отдыхала в ночном клубе чуть ли не до закрытия. Но на такси никто ехать не хотел. Как в клубе отдохнули сегодня? Нормально? Колющие, режущие предметы есть? Нет. Тем временем пассажиры снова развеселились. Судя по всему, пьяная езда – нормальное явление и для пассажиров. Не пустить водителя за руль. Такое у них не принято. Как вы его отпустили за руль? Домой торопились? Дебил или что? Кто, он? Ты. Чему? Не знаю. Чего ты меня такое страшно? Я вообще... Второй пассажир посоветовал активистам ночного патруля сменить профиль. Мы что-то были, ловили кого-нибудь другого, б***ь, б***ь. Что ж вас ждут, как пьяные ездят за рулем? Пошел, б***ь. Понятно. По словам пассажиров, они видели, что за ними следят, но все равно продолжали ехать. Километра два вы точно прокатали по кругу здесь? Так ведь? Ну, от вас, да. Ну, по факту, да? Ну, мы видели, что за нами находили. Ну, так а зачем? Могли бы ведь остановиться просто. Могли бы. Такси вызвать, например. И все было бы хорошо. Ничего бы не случилось. В это время водителя Илью представили понятым. Также, Илья Николаевич, предложу вам пройти медицинское освидетельствование. Еще, пожалуйста, погромче. Отказываю. Слышно, да, вам было? Автопати закончилась, не успев начаться. Пассажирам лишь потеха, а водителю это может обернуться лишением прав и штрафом. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Алексей Иванов. Место происшествия. Весьма неаккуратно объехал микроавтобус на аборийке. Водитель Фольксвагена на улице Ленина. Шофер перестроился и въехал в попутный Субару. Детали этого нелепого ДТП в рубрике «Видеорегистратор». Неудачно перестроился водитель красного Фольксвагена на улице Ленина. Он объезжал попутный микроавтобус и зацепил кроссовер Субару. Уценил ладу водителя иномарки во дворе. Он так лихо выезжал на дорогу и так лихо крутил рулем. Что не заметил припаркованный автомобиль. С места ДТП виновник аварии скрылся. На улице Производственной водитель легковушки въехал в сугроб. Причиной стал маневр белого кроссовера, который в последний момент увидел дорожный знак коммунальщиков, которые убирали снег у ограждений. Опасно выехал на улице Некрасова водитель Рено. В защиту водителя Рено стоит сказать, что была плохая видимость. Обзор закрывал припаркованный универсал. Очень жестко подрезал красную иномарку Киа водитель грузовика на улице Щерса. По словам очевидца, аварии не произошло. Блондинка за рулем Киа после инцидента вышла из машины и пошла разбираться с виновником происшествия. Очевидцами задержания предполагаемых преступников стали автомобилисты на улице Щерса. Спецназ воспользовался моментом, пока машина подозреваемых стояла на перекрестке, они перекрыли ей путь. Александр Васильев, на выставке кино. Печальний и сценический наряд, ревитетный аксессуар. Жду зрителей с 20 марта по 30 мая. Выставочный зал. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Во дворе на Октябрьском проспекте двое подростков разобрали припаркованный подснежник. У классики были открыты двери, выбиты стекла. Мальчики добили ладу, достали уплотнительные резинки на окне и ходили по крыше. Михаил Вагин. Место происшествия. Кто окажется прав? В рубрике «Без происшествий» Илья Кошкин разбирался, как правильно двигаться по привокзальной площади. Всем привет! Это рубрика «Без происшествий». И в нашу редакцию обратился Сергей с просьбой разобраться, как же правильно проезжать перекресток Чапаева и Комсомольской. Как знаки расположены? Так надо и ехать. А если знаков нет? Правила правой руки. Вот на этой полосе, если в крайний левый ряд, я могу без проблем встать. Как без нарушений проехать данный перекресток, разберемся вместе с сотрудником ГИБДД. Ну что, мы въезжаем на привокзальную площадь. Сразу же хотелось бы отметить, что здесь нет кругового движения, ни одного регламентирующего для этого знака нет. Так что мы въезжаем на данный перекресток. Так, нам налево сейчас, если... Сейчас мы движемся налево. Мы имеем преимущество в данной ситуации. Те водители, которые двигаются слева от нас, должны нас пропустить. В данной ситуации, когда мы выезжаем непосредственно на Комсомольску, мы пропускаем тех водителей, которые двигаются справа от нас. Если движемся по Комсомольской площади, нам нужно в сторону ЖД переездов. На пересечении с Красина мы должны остановиться и пропустить весь транспорт, который движется сверху. Вот сейчас движемся прямо. Сейчас движемся прямо. В этой ситуации нас должны пропустить все автомобили, которые выезжают на данный перекресток. Если водитель не выполняет требования, пункт 8.4 правила дорожного движения ему грузит административный штраф в размере 500 рублей, либо глину груза нет. Перекресток Чапаева с Комсомольской. Вроде бы сложное место, но на самом деле здесь все очень просто. Это равнозначный перекресток, поэтому пользуемся здесь правилом правой руки. Ну а если вы въезжаете на этот перекресток с улицы Комсомольской, то вы имеете преимущество и можете проехать его первым. Меня зовут Илья Кушкин. Это рубрика «Без происшествий на Первом городском». Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта mpkerovsobaka-inbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект «Место происшествия». До свидания. Продолжение следует...